Рок-музыка 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 Единственное, что немного меня успокаивает Так это знание того факта Что Генрих Вольфлин Знаменитый швейцарский теоретик искусства Свою главную книгу Основные понятия теории искусства Проблема развития стиля В новом искусстве Писал пол жизни А прожил он 81 год Поэтому вот это немного успокаивает Во-вторых, со своими товарищами и коллегами я плотно занимался студийной работой, связанной с подготовкой выпуска нового альбома рок-группы Волчука СД, с очень романтическим названием «Нам надо все и сразу». А эта работа не менее кропотливая и скрупулезная, не менее чем теоретические исследования. И пользуясь случаем, я хочу сообщить вам, что презентация альбома в Москве состоится 25 апреля в клубе Life Pub, а в Санкт-Петербурге 26 апреля в клубе Время Н. Но и это не все, чем я занимался в период вынужденного музыкального простоя. Конечно же, я сочинял еще и музыку, и тексты песен, и стихи. И чтобы эти работы не рассыпались по записным книжкам и тетрадям, я решил часть этих сочинений издать в виде сборника стихов и текстов песен, подвести какой-то промежуточный итог этой, по сути дела, постоянной работы, материализовать свои мысли на бумаге. Вот в результате получился этот сборник, который я назвал детско-взрослые стихи и песни в стиле рок. Вы спросите меня, а почему детско-взрослые стихи? Ну потому что в моем творчестве очень много детских стихов и песенок. К примеру, послушай, мальчик, не спеши, еще успеешь стать большим, еще успеешь в этот рай, лучше в песочнице играй, еще успеешь побухать, тебе не будет здесь преград, еще пропьешь свои мозги, да и зачем тебе они? Ну или такая милая детская песенка. Нам казалось, если мама так нас любит, то весь свет, уж тем паче нас полюбит, мы прекрасны, спору нет, мы добры, великодушны, мы красивы и просты, и так маме мы послушны, прям не дети, а мечты. Оказалось все непросто, оказалось все не так, каждый смотрит восхищенно на себя, и это факт. Оказалось безразлично в лучшем случае толпа, в худшем ненависть и зависть, в среднем злобная молва. Не пытайся быть хорошим, всем никак не угодишь, бисер ведь метать негоже, лишь свиней ты утомишь, все старания напрасны, все забудь и будь собой. Вот такой вот мир прекрасный на земле у нас с тобой. Или вот такая вот детская песенка. Получается просто, от плода до подростка, от подростка к мужчине, от мужчины к скотине, от скотины в прохвосты, под хвалебные тосты, до самого погоста. Все так просто, так просто. Ну а взрослых стиховых песен, так это само собой в сборнике очень много. К примеру, натрещались сороки, жизнь зажала в тиски, кочки стали высоки, а ручьи глубоки. Где мои вороны, где же удаль моя, где друзья боевые, кумовья да зятья. Как прорваться сквозь цепи, как сквозь петли пройти, если сами мы петли вокруг шеи плели. Да и цепи свои мы сами выковали, часто душу морали лжой да выгодами. Знакомая ситуация, не правда ли? Ну или такой взрослый стишок. Сожаление, как самосуды, чтобы как-то себя оправдать. Сострадание требуют люди, когда поздно боржом и хлебать. Многим хочется выглядеть свято, честным выглядеть и не скупым. Был всю жизнь под лицом вороватым, захотелось теперь стать святым. Просят души покаяния и лекарства от тоски. Что избавит от страдания, кроме гробовой доски? Согласитесь, тоже вполне себе взрослая песенка. В сборнике есть стихи, посвященные творчеству и творческим людям. К примеру, стихотворение «Не всем везет родиться недоумкам», в котором я собрал и систематизировал прозвища, которыми наделяют людей с необычным взглядом на мир. Поэтому это стихотворение зачитаю вам полностью, чтобы вы посмотрели спектр этих оскорблений. «Не всем везет родиться неприметным человеком, таким же, как и большинство живущих на земле, и быть хорошим, нравиться и маме, и коллегам, не выделяться, и быть здравомыслящим, как все. Рождаются порой нетиповые экземпляры. Мамина горе и расстройство папиной души Все делают не так, как все, а перпендикулярно, как невтолковывай, хоть кол на голове тиши. Не так рисуют, не так пишут, не так слышат. Музыку сочиняют не такую же, как все. Не ходят с троем и не в ногу как-то дышат. Странные и не думают, как все, о колбасе. Пока живой такой ботан считается блаженным, умалишенным, фриком, идиотом, дураком, юродивым, шутом, глупцом обыкновенным, неприспособленным для жизни мозгляком. На смешек множество еще непревзойденных для вот таких придумала безликая толпа. Бестолочь, бесогон, альтернативно одаренный, утырок, лупень, додик, золотая голова, чилийский лох с холодными ушами, удот, придурок, переросток, дурагон, пенек с глубокими и умными глазами, дурилка, долбодятел, псевдоумник, дуболом. Бестолочь, стеклорез, удолбыш, маразматик, простой, как правда, тормозила, сверхдурак, упорно с головой недружащий лунатик, ламара, полудурок, неразумник, вурдалак, серьезно приболевший на всю голову индеец, чурка с горячими ушами, полупокер, бот, сайгак, мутант, писака, клоун, недоумок, отщепенец, носитель разума, основящего идеи, и маньяк. Ну здравствуй, дерево, кричат таким по жизни. Ну здравствуй, кринж, приветствия слышны. Привет, несостоявшийся Ван Гог, Оскар Уайльд и Солженицын. Это потом скорбят, что не успели что-то взять у чудака за полцены. В книге целым разделом представлены рок-н-роллеры группы Волощука СД. Я приведу и выдержки из некоторых. К примеру, российский рок-н-ролл. Не понимаю, что происходит, кто мы, куда мы, когда и где. Тысячелетия черти бродят в каждой родившейся голове. Сколько же можно болтать под водку, сжить на авось да под черный мат, спорить без толку, до хрипа в глотке, что делать и кто виноват. Или Маяковский рок-н-ролл. Кроха сын к отцу пришел и сказала Кроха, Я в чиновники пойду, хочу жить неплохо. Папа долго размышлял и ответил Крохе, Будешь сын ты взятки брать, а это очень плохо. Ну и так далее. Или традиционный рок-н-ролл, связанный с нашими российскими традициями. Ну как дела в России, Карамзина спросили. Воруют, отвечал он, две сотни лет назад. Ничто не изменилось, мы лишь приноровились масштабнее воровать и больше взяток брать. Или рок-н-ролл про бетломанию. Были мы юны и милы, и хотели петь как бетлы, Да и выглядеть точно так, клеши, хайер и лапсердак. Но не получалось никак, на дровах играть точно так. И директор школы чудак не пускал учиться стиляк. Ну это про нас, про всех, кто вырос на музыке Битлз. В сборнике представлены стихи и песни на различные темы, разнообразные, как и наша жизнь. Есть даже стихи и о политике. Новые лидеры считают, люди забывают про историю. И песни нам поют про эффективность баррикад. Только после прихода к власти поменяется риторика. Все будет как обычно, как и сто и двести лет назад. Лишь лозунги и антураж меняются во времени. Одежда, вывески, трамваи, макияж и телефон. Но рвутся к власти точно так непризнанные гении, что не успели хапануть и смыться за кордон. И даже есть стихи о нашей вселенной. А почему нет? Мы же неотъемлемая ее часть. Вот один из таких стихов. С нашего края дремлющей вселенной не видно, что творится за углом. Да что там за углом? В своей деревне не понимаем иногда, что и почем. Не понимаем иногда, откуда ветер. А еще хуже, что не знаем мы, куда он дует и зачем нам солнце светит. Чего хотим, порой не знаем. Вот беда. И конечно же в сборнике есть стихи и песни о любви. К примеру. Нам с тобой слова ни к чему. Нам с тобой и так все понятно. Тех, кто ненавидит, пойму я по затаенному взгляду. Нам с тобой слова ни к чему. Больше доверяем мы скрипкам. Тех, кто льстит, я определю по слащавым, милым улыбкам. Нам с тобой слова ни к чему, когда окружает отребье. Кто поможет мне, я пойму по руке, протянутой крепкой. Нам с тобой слова ни к чему. Ведь дела кричат нам, как в рупор. Тех, кто любит, сразу пойму я по бескорыстным поступкам. Ну или такая лирическая песня. Как мало надо нашему сознанию, чтобы превратить весь мир в скопление врагов. Трактовки фактов и пустые обещания. Советы мудрецов и дураков. И чтобы выжить, мне очень надо. Мне очень надо лишь быть с тобой. Ведь только вера спасет наш разум. А сердце мне спасет твоя любовь. И, конечно же, есть стихи и обо мне самом. С них я и начинаю этот сборник. Знакомить читателей со своей персоной. Первое стихоцарение так и называется. Кто я? Я зачитаю первое четверостишье. Я рожден в украинской семье. Рос внутри советского искусства. Для антисемитов я еврей. Для фашистов ненавистный русский. Еще одно стихотворение обо мне называется. Мне говорят, что я сошел с ума. Зачитаю вам пару четверостишей. Мне в спину часто говорят, что я сошел с ума. Что в моем возрасте начать играть хард-рок безумно. Ну что могу сказать? Дорога, к счастью, не пряма. Но мы обязаны идти к нему. Сказал нам кто-то умный. Но что еще сказать всем осуждающим меня. Разве что из Раневской привести хорошую цитату. Что хрен, положенный на мнение какого-нибудь пня, и удовольствие нам доставляет, и отраду. Так что получился вот такой вот сборник детско-взрослых стихов и песен обо всем, что меня заинтересовало в этой жизни. И о чем мне хотелось бы рассказать или спеть. В оформлении сборника использовались персонажи знаменитого художника Васи Ложкина. Который приложил свою гениальную руку к оформлению нового альбома рок-группы Волчука СД. Нам надо все и сразу. Сборник стихов и песен издан издательством Перро. И несмотря на мягкий переплет, сделан очень качественно. В цвете, на мелованной бумаге, прошит как положено. И в нем множество фотографий из жизни автора и рок-группы Волчука СД. Приобрести сборник в бумажном варианте можно на маркетплейсе Озон. А в электронном виде, что намного дешевле, на площадке Литрес. И пользуясь случаем, хочу сделать объявление о скорой презентации нашего нового альбома. Нам надо все и сразу. Которое в Москве состоится 25 апреля в клубе Life Pub. Расположенном в минуте ходьбы от метро Бауманская. На улице Фридриха Энгельса, дом 20. Начало в 20.00. А в Санкт-Петербурге мы презентуем альбом 26 апреля в клубе Время Энг, расположенном на биржевой линии дом 10. Начало также в 20.00. Мы будем рады видеть вас на наших презентациях. Там же можно будет приобрести и альбом, и сборник детско-взрослых стихов в стиле рок с автографом автора. На сегодня все. Прощаюсь с вами и надеюсь, что встретимся на наших презентациях.